Ираклис Спасибо На какой подъем На, бросай его на пол, а что? В особом отношении Чехов к хоккею Дает входит трудная композиция у главного входа Фронтарь и фигуристка, которая в руке держит шайбу Но сооружение это универсальное Кроме спортивных мероприятий здесь проводят концерты Так в конце апреля пожалует Тина Тернер А летом легендарная Иглс Играть в таком зале приятно, но непривычно Впрочем, капитаны Искры Павла Абрамова С удво ареной связаны хорошие воспоминания Когда Сорин был тренером сборной Мы играли здесь товарищеский матч со сборной Чехии Причем матч был какой-то супер важный для них Там у них был юбилей то ли федерации, то ли чешского волейбола И они настраивались, грозились перед матчем Мы их обыграли три мальчика Наши ребята прилетели в Прагу поздно вечером в четверг До гостиницы, расположенной в паре километров от стадиона Убрались уже за полночь А тренировка была назначена на 14.30 Так что в пятницу утром команда отдыхала Никаких экскурсий А днем поехали осваиваться на О2 арене Ничем особенным это занятие не отличалось Разминка, блок, подача Потом сыграли двусторонку без счета В отличном настроении Алексей Вербов Йохан Шопс, похоже, откалибровал прицел Ну а самое приятное Жиба снова в деле Из-за травмы бразилец пропустил три недели А в последних матчах чемпионат России выходил только на прием На заднюю линию Я начал прыгать два дня назад Сейчас нужно снова поймать игровой ритм Но я готов играть Хотя до сих пор чувствую боль Но это не важно Потерплю до понедельника Все в строю И это самое главное Настроение отличное Хороший город, хороший зал Финал Лиги Чемпионов С другой стороны быть не может Ираклис на свою тренировку журналистов пустил всего на 15 минут И все это время наш тренер Зоран Гаич раздавал интервью Сначала сербский наставник ответил на наши вопросы по-русски Затем общался с коллегами из Греции на их родном языке Зоран несколько лет работал в этой стране И греческий волейбол знает отлично Это команда из Греции Но там греков вообще нет Там есть один грек и шесть иностранных игроков Так что это говорит все Что это очень опытные ребята Которые прошли очень много боев Волейболных, спортивных Пять раз в Лиге Чемпионов И они вообще знают вести себя здесь На таком соревновании У них хорошая команда Здесь нет команд подарков В розыгрыше в финале Лиги Чемпионов Я хоть первый раз играю Но я это понимаю Но на мой взгляд Нам достался из трех Оставшихся кроме нас команд Самый удобный соперник Нам надо показать на сегодняшний день Свой максимум Чтобы выиграли этого соперника Ну а теперь мы с вами внутри Этой арены И тут честно говоря Практически как в эпицентре боевых действий Вместе со мной Наши постоянные уже комментаторы В этом сезоне Волейбольный агент Владимир Косторнов Здравствуйте Ну и кстати у Володи Очень интересная карьера Потому что он успел поиграть И за Искру И за Ирак Вот то что мы видим сейчас Вот этих греческих болельщиков Которые сносят кордоны И практически из-за них Такое чувство Что может перенестись С начала матча Это нормально? Алексей для Греции Вообще собственно говоря Вот такое поведение болельщиков Это абсолютно нормальные вещи То что нас с тобой Совершенно естественным И понятным образом шокирует Для Греции Это совершенно нормальные вещи И то что сейчас Сейчас здесь Собралось такое количество Греческих болельщиков И с таким как бы Форматом поведения Скажем Немножко не вписывающиеся В общепринятые Какие-то наши нормы Это для Греции Конечно совершенно Естественная ситуация И самое главное Чтобы сегодня Не было никаких провокаций На пресс-конференции Которую сегодня Проводили главные тренеры Команд Перед матчем Наставник Итальянец Наставник Ираклиса Заострил внимание О том что он Очень надеется на то Что греческие фанаты Не пронесут на трибуны Никаких пиротехнических приборов Файеров Соответственно Каких-то там взрыв пакетов И что все Будет в рамках приличия Однако после Этой пресс-конференции У меня была возможность Пообщаться с греческими журналистами И в общем-то Я затронул с ними Вот эту тему Тему поведения болельщиков И присутствия Вот этих файер патронов На трибунах И они мне в общем-то Совершенно уверенно сказали Что Владимир Они будут И их пронесут И точно будут зажигать В общем-то Как сегодня поведет себя Это многотысячные уже наверное Совершенно точно Толпа греческих болельщиков В общем-то Пока сказать очень тяжело Честно говоря Даже страшно становится Потому что Когда их запустили Сюда во дворец В итоге Перемещали Пережимали Видимо Пытаются как-то Сгруппировать их В одном месте Вот прямо рядом с нами Находится сейчас Это основная масса Болельщиков Если вот Как раз вы наверное Можете посмотреть Но это вот буквально В пяти Ну в десяти Максимум метрах Ну а что касается Поведения снаружи То мы тоже успели Немножечко подснять Ну пытались поймать Сначала наших Фанатов Искар Которых к сожалению Тут очень мало Ну они понятное дело Выделяются Своими красными майками На фоне Вот этого Бело-голубого моря И давайте посмотрим Как вели себя греки За пределами дворца Вот буквально За час до матча Ну собственно Вот какие-то Вполне достойные ребята Ну да С атрибутикой С флажками С шарфами Распевают кричалки Речевки И меня поражает Что в этих группах Еще есть и маленькие дети Но вот после того Как Вот кстати наши Искровские фанаты Я понимаю Что их мы просто Не увидим И не услышим Сегодня Хотя наверное Они будут очень стараться Ну а дальше Честно говоря Полный беспредел Начался Вот такое чувство Что есть В этих фанатских группах Какие-то Просто хулиганы Да Прямо скажем Так будем называть Потому что Просто было Нападение на нашего оператора Вот вы видите И Ну слава богу Не пострадал Ни сам оператор Ни наш техник Но вот дальше Это все продолжается Внутри И это сейчас происходит На арене Собственно Есть информация Что начало матча Могут задержать Поскольку Остальных зрителей Пока Только начинают Запускать Потому что Разминка идет Полным ходом Но кроме Греческих фанатов На трибунах Пока никого нет И Мы За 10 минут До эфира Созванивали Сергею Анатольевичу Цветновым Который Как вы знаете Руководит Волейбольным центром Особостный Он сказал Что все входы В арену Закрыты Вряд ли Начало матча Будет Вовремя Ну давайте Все таки Наверное Забудем уже Об этом экстриме И поговорим И посредственно О волейболе Вот так мы Долго и подробно Расстраивались По поводу болельщиков А что же Можно про команду Сказать Ну Во-первых Команды Роклис Все ее прекрасно Хорошо знают Я говорю сейчас О профессионалах О любителях волейбола О игроках Которые Играли против нее В общем-то Команда Хорошо укомплектована Без ярко Выраженных звезд Каких-либо больших Таких сюрпризов Которые могли бы Свершиться Которые могли бы Преподнести греки Нашим волейболистам Собственно Нельсон Основная ударная сила Пламен Константинов Болгарин Хорошо всем вам знакомый В общем Это вот те люди На которых в основном Ложится нагрузка Ну и конечно Вот еще открытие В принципе Наверное Как игрока И как Участника Лиги Чемпионов Это Ахрей Малех Белорусский волейболист Собственно говоря Никому по большому счету Неизвестный Но при этом Уже очень хорошо Себя зарекомендовавший И опять-таки В разговоре С греческими Журналистами С которыми я сегодня Общался Они сказали Что действительно По большому счету Это открытие Когда он пришел Вороклис Никто его не знал И в общем-то Все были удивлены Такой скажем Покупкой клуба Но В итоге Он оправдал Все авансы Которые ему Были розданы И очень хорошо Проводит сезон Ну не думаю Что этот волейболист Какие-то сюрпризы Сегодня преподнесет Искре Всем нам понятно Что Искра По комплектации По подбору игроков Укомплектована Во много раз лучше Чем Ираклис И мы надеемся Не будем загадывать Что сегодня Конечно Искра Должна уверенно Надежно побеждать Греков И проходить в финал В общем-то На это мы все надеемся Естественно Давай вспомним Немножко историю Греческого клуба Поскольку собственно У нас еще есть время Немножко до начала матча Итак Ираклис Самый опытный Участник Лиги Чемпионов Пятый Для них Финал четырех А оттуда я знаю Когда и какой план идет Я нормально повернусь В этом сезоне Ираклис Группу прошел Без поражения В соперниках были Польская Честахова Турецкий Фенербахчей Волгарский ЦСКА В одной восьмой Португальскую Виторию Греки обыграли 3-0-3-2 А в четвертьфунале Ираклис Неожиданно легко Расправился С обладателем Кубка Седьмого года При Грецкатке В томе Вышеупомянутого Кроварика Основу составляют Мегионеры Болгарин Да и игрочий Кланем Константинов Немецкий пасующий Симон Тишер И молодой Швед-диагональщик Маркус Нисен Такова Одна из двух команд Не потерпевшая В Лиге Чемпионов Ни одного поражения Итак Вот История Нашего сегодняшнего соперника Ну и Взглянем на площадку Потому что Что происходит там Разминка На самом деле Заканчивается И вот сейчас Если мы посмотрим туда То В принципе Уже идет подача Так что По сообщениям Организаторов Вроде бы Матч должен начаться Вовремя Хотя Насколько я вижу Простых зрителей Только-только Начали запускать Ну Тем не менее Мы будем Болеть за нашу Искру Которая Второй раз Участвует В Лиге Чемпионов И История нашей Команды Один из трех Российских участников Лиги Чемпионов Который дошел До финала Четырех Вашему вниманию В этом году Ступник 30 Возраст солидный Но победу до сих пор Обходит стороной Команду из Одинцова Лишь в 2002 Искр выиграла Кубок России Призовых мест Было великое множество В том числе В Лиге Чемпионов С первой же попытки Команда дошла до финала Было это в 2004 Главный трофей Уступили Белгородскому Локомотиву Зато в полуфинале Волейболисты Панатинайкос И по разу Уступив Скреев Ридрихс В этих сражениях Коллектив закалился И в одной восьмой С легкостью пройден Бельгийский нолико 3-1 и 3-0 А в четвертьфинале Снова играли с поляками Первый матч пропустил Капитан Павел Абрамов Угодивший в больницу С аппендицитом Во втором Не смог участвовать Бразилец Жиба Но команда Зорона Гаечи Выдала фантастическую игру Итог Гостевое поражение На тайбрейке И уверенная победа дома Успехи команды Не остались незамеченными Сразу семь игроков Искры В расширенном составе Сборной России Кроме Абрамова Это еще Вербов Кулешов Осташенков И оба пасущих Бельгко и Сансонича Добавьте к этой кампании Немецкого диагонального Йохана Шопса И чем вам не волейбольная Дрим Тим Ну что ж Пять минут до матча Полет Что называется Нормальный И шумовая Артподготовка Продолжается Греки Тут очень активно Вокруг нас группируется Но слава богу Открыли все остальные Двери И зрители начали Хотя бы заходить В эту арену Потому что игра Начнется строго По расписанию То есть пять минут До начала Ну какие-то последние слова Пожелания нашим Потому что я не знаю Когда-нибудь сталкивались Ребята с таким давлением Ну давление Наверное не самое страшное Алексей Мы с тобой были свидетелями Когда Локомотив Белогория Совершенно Противостояние В очень жестком И серьезном На площадке Греков В Афинах Против Многотысячной 16-тысячной Толпы Совершенно Обезумевших фанатов Совершенно достойно По-мужски выступили И показали Как на самом деле Надо играть Против греческих команд Поэтому те немногие Там две-три тысячи Зрителей Там пять Как обещают Которые сегодня Будут на этом матче Это конечно Никоим образом Не должно влиять На результат Сегодняшней игры Искра должна Проявиться Самым лучшим образом Показать Наконец-то Мужской Достойный характер И победить эту команду Собственно говоря То чего все мы ждем Ну что ж А я честно говоря Вот неделю назад Отработав на женском финале Вот чувствую Большую-большую разницу К сожалению Наши девушки Обделены таким вниманием Таким Организационным Моментом Но вот эта потрясающая арена Атмосфера конечно Знаете Напоминает На самом деле Олимпийские игры Вот со всеми атрибутами Со всеми Кордонами безопасности И прочее-прочее Мужской кубок Наверное Чуть более значим Не для нас Но вообще Давайте вспомним Прежде чем мы отправимся Уже на площадку Историю Лиги чемпионов Ну а собственно Потом уже Сама игра Пожелаем искренней удачи В будущем году Мужскому волейбольному Кубку европейских чемпионов Сравняется полвека На первых порах Самый престижный трофей Старого света Разыгрывался По весьма замысловатой формуле С последующим финалом Однако уже весной 1972 года В Брюсселе Руководством ЕКВ Был опробован Более интригующий Зрительный вариант Когда четыре сильнейшие По итогам предварительного Отбора коллектива Разыгрывают трофей Собравшись в одно время В одном месте С тех пор Финалы четырех Стали традиционными Первым обладателем Кубка чемпионов Стал ЦСКА Великий советский клуб Впоследствии еще 13 раз Выигрывавший Главный европейский приз Всего же на счету Советско-российских клубов 18 аналогичных титулов У ближайших наших Преследователей из Италии На три меньше На рубеже веков Главный еврокубок Был преобразован в лигу чемпионов Статус соревнований Остался прежним Но как ни крути Респекта и солидности Добавилось Первый финал четырех Лиги проходил в Париже Без участия российских команд Местный пари волей Произвел гиперсенсацию В присутствии Четырех с половиной тысяч Зрителей Поочередно переиграв Признанных фаворитов Из Италии Сначала римский форт 3-1 А в решающем поединке Знаменитый Сисли На тайбрейте 15-13 И тем самым Прервал их Десятилетнюю дегемонию На следующий год В польском ополе Финал четырех Евровидий В последний раз Прошел без нашего присутствия И с тех пор Российские клубы Неизменно добираются До заключительной стадии А дважды В 2004-м В Белгороде И спустя два года В Риме Добивались двойного представительства Команда Геннадия Шипулина Первую для России победу Одержала шесть лет назад В Модене В финале нам противостоял Местный терракол За который тогда выступал Бывший белгородец Роман Яковлев Тем не менее 3-0 В пользу локомотива На следующий год Тот же звездный состав Железнодорожников Во главе с Сергеем Китюхиным Уже у себя дома Легко расправился В главном матче С Одинцовской искрой И во второй раз Завоевал кубок И наконец В прошедшем сезоне Китюхин, Косарев, Американцы Боу и Стэнли Объединившись уже Под флагом Казанского зенита Добыли в лодзе Третий лигий Чемпионский титул Переиграв в финале четырех По очередной на тайбрейте Сначала местную Шкру А затем и итальянскую Пьяченшу